друзья вы видите какой-то непонятный чертеж вроде бы но это понятный для меня чертеж вот знаете я друзья вам показываю вот такой конфигурации вот как она нарисована черным это у меня такое помещение там моей сибирской деревне понимаете его надо модернизировать реставрировать представить сделать палубу бетонной палубу вы знаете что к упал по-русски вот и сделать вот эти вот перегородки двери просто будет проходы здесь не будет дверей они ни к чему итак начнем с того что вот здесь края будет у меня кузница вот горн там там будет наковальни всякая ерунда я не стал просто все разрисовывать потому что вы и так поймете в этом помещении будет сварочная небольшая небольшая сварочная ну я вот примерно анализ вам расположил потому что у меня просили чертежик составить как я моей токарки в общем вот теперь значит идем дальше это помещение большое тут у меня будет все может быть я сделаю перегородки еще пока не знаю вот здесь допустим будет токарный стоять здесь фрезер этот длинный верстак у меня есть очень большой верстак мне еще его папа мой родной добыл его вот эта половина будет вот эта часть будет для документации если буду мыслить на чертежах чертежами мыслить а вот это скамеечка но я образно все нарисовал надеюсь вы поняли вот здесь сверло будет будут еще какие-то механизмы которые я постепенно буду добывать покупать понимаете и эту это я же вам сейчас примерно нарисовал понимаете такое положение можете еще сюда чуть добавлю понимаете все возможно еще пока ничего не решено все только в планах вот для начала чтобы мне приобрести станки хотя бы станки понимаете и по сверлильные вот три и наждак еще где-то здесь будет стоять наждак это само собой я просто все не начертил мало ли что я еще планирую это надо потом процессе когда я уже появятся деньги и так далее а пока вы мне помогаете только на самое основное на станки ну сварка это недорого раутом от 5 до десяти тысяч стоит этой мелочи так она мне самому пригодится я тоже куплю вначале потому что я же буду здесь тоже будет и железной конструкции все надо и варить представляете для оборудования токарки сварка обязательно понадобится но кузницу я буду делать уже позже гораздо позже вполне вероятно у меня верстак большой это я просто так начертил он большой верстак может быть если я буду смотря какие станки может быть у меня будет на верстаке расположены оба и фрезеры токарные я еще не не в курсе еще не решил друзья вот ну вот чертежек в общем здание у меня вот такой конфигурации как сейчас одна нарисована она такое но ему в эту субботу будет сто лет поэтому я его должен модернизировать понимаете на это тоже немножко средств уйдет но я не думаю что много потому что у меня два брата там поживает я не будут работать со мной в компании и я буду их эксплуатировать почти бесплатно поняли ну братьевну совесть то надо иметь мне иногда платить им правильно ладно это жизнь покажет они у меня нет один не жадный такой же как я а второй немного жадноватый но ничего исправиться ну все друзья все что мог я объяснил это просто предварительный чертеж ничего тут конкретного нет друзья конкретно вы увидите когда я буду все это делать я буду одна вам сразу же на месте все и снимать поняли ну дорогие уважаемые такие баннеры вот вы видите я для примера вам показываю один из сайтов это я нашел значит в омске я беру омск потому что я буду там покупать значит там я и буду вот для примера я вам показываю смотрите сюда вот станочек видите так цена 62 рубля вся требую говорить вот представляете я закажу тут на нем смотрите все описано есть полное описание но я не именно этот станок буду брать естественно вы поймите там выбор богатый я просто вам показываю как я буду выбирать мне важны вот эти данные понимаете вот эти данные и цена само собой большой станок мне не надо я вам уже говорил он мне ни к чему едем дальше друзья вот дальше мы можем рассмотреть здесь все но лучше всего друзья я буду рассматривать это в самом магазине понимаете хотя можно и по интернету выбрать понятно но я потому что я люблю поищу баль потрогать а потом решить брать или не брать представляете так что друзья сейчас в наше время приобрести станок но это просто ну никаких проблем но я еще раз вам напоминаю я ищу город омск вот здесь даже так я могу в описании подобрать себе нужным вам тем параметрам которые меня устраивают представляете и все будет окей я себе подберу небольшого размера вот примерно ну образно говоря вот такие станки вот то что я вам сейчас показал понимаете брать обязательно буду новый не надо мне старый вот я сказал вам цена но я говорил 50-80 ну примерно так и будет поймете в этих размерах ну вот нам простой винторезный кстати это станочек хорошие представляете меня все устраивает но именно он нет потому что у него диаметром всего 180 могу шпиндель поймите мне надо мне надо хотя бы 300 я буду убирать 300 а в общем можно идти очень приятно красивый но просто замечательный станок на таком уж работать друзья так приятно винторезный не забывайте защитой но ой я не могу даже вам описать какой он классный я имею ввиду защитой он вон там струж не этот щиток этот щиток не надо я буду работать в очках я его обязательно отсоединю понимаете это сто процентов я имел привычку дурацкую всегда отсоединять или можно не отсоединять можно просто за стопорить его в заднем положении и все нужно не ломать так вот такие дела вот стеночка вон то видите защита я ее назвал ну просто удивительно у меня же стружка не будет люкет туда куда не надо а будет лететь только сюда куда надо в корыто ну и на меня и так друзья примерно мою политику сейчас я вам показала вот токарный станок пойдем дальше искать будем фрезер а а вот это друзья нашел вам фрезерный он комбинированный фрезерно-сверлильный станок представляете но я образно вам говорю это я просто показываю вам вот смотрите давайте его увеличим посмотрим во видали какое очень хороший станок так но я буду еще искать чтобы он и в трех положениях стол ходил понимаете это я вам пока показываю цена 69 рублей тысяч ну на советские деньги 69 копеек и вот такой установки я хочу купить но друзья не буду вам уже дальше показывать потому что вы сами поймете я сейчас образно показал в омске этого дерьма во завались я прошелся по сайтам по магазинам всего дофига и вот 69 тысяч виде нормальный станок вполне приличный но я немного не такой будет я вам сейчас просто показал чтобы не заморачиваться долго не искать то что надо от живьем я буду искать только живьем меня эти картинки вот такие не очень-то устраивают поймите правильно здесь есть описание все данные все т.д. все полностью если конечно нет возможности съездить то можно выбрать по интернету но у меня такая возможность есть я же друзей-то и родственник родственников своих оставил в омской области я хитрый на всякий случай их оставил и друзей и родственников пригодятся это я вам по секрету говорю поняли но все друзья у меня совершенно поняли я вам дал наколку как бы каким образом я буду формировать свое свою токарочку лучшую мире токарку я вам докажу друзья что бывает самые лучшие токарки на пароходе у меня на всех пароходах которых я работал я всегда были хорошие токарки друзья но в наше время видите даже можно купить газовый кузнечный горн поняли еще возможно какие-либо есть я пока не знаю вот видали он сам вам показывается какой он красивый ой я просто такой куплю газовый нафиг мне какой-то старомодный деревянные газовая но я сначала конечно 25 тысяч рублей стоит я сначала конечно проконсультируясь у специалистов ибо кузнечным делом я занимался очень мало и у меня был у нас на пароходе были кузнецы ближе похожие на стандартные на стандартные официальные ну друзья нормальные нормальные кузнечные горны как в старину помню только у нас был электромотор наддувка а не мехами вручную в общем хороший был хороший были кузнецы но если честно признаться вам про газовые я первый раз увидел я даже не подозревал что можно на газе но неизвестно какую температуру будет давать это я все пробью узнаю и возможно если будет давать температуру больше чем кокс надо мы на проходе очень с трудом наше время доставали кокс это для большой температуры если кому не известно говоря но доставали есть такая возможность достать если сильно хочешь а в обыкновенных деревяшках он особый особой температуры не дает так что друзья вы поняли в наше время можно купить и даже гор я собственно сама не собираюсь и делать я просто куплю цены небольшие там дальше еще смотрю вот начиная от 25 и выше так что и курица есть но про сварки я даже искать вам не буду не буду показывать потому что вы все знаете сварки это очень просто уже я полагаю мне 300 тысяч должно пол не хватить чтобы купить полностью все оборудование немножко материалу на модернизацию помещения ну пожелайте удачи друзья и и если вам очень хочется мне помочь то внизу будет донат представляете донат но и объявление есть на роликах новаясь давайте выполним мою мечту а я вам много чем помогу потом вопросы зажигалки будем делать вперед